Могу сказать, что безусловно, окончательный вопрос на то, кто виноват, смогут ответить только правоохранительные органы. Но естественно и у населения, и кстати и у меня, и у правительства масса вопросов о том, почему это произошло, но еще больше, что необходимо сделать, чтобы это не происходило в будущем. Например, в той сложной ситуации, которая была в августе 2014 года, а оно уже было понятно, что ситуация в банке сложная, нужно ли было идти в банк для того, чтобы пытаться его спасти, или лучше его бросить и сказать, пусть он умирает, зато мне не будут потом в 2017 году на отчете задавать этот вопрос. Считаю, нет и сегодня, и завтра, и в будущем правительство не имеет права устраняться от проблемных позиций, которые есть. То, что она была проблемной, безусловно, было понятно с первых дней. Но тоже возникают вопросы. Возникают вопросы того, почему Центральный банк, может быть, поздно принял решение или не проинформировал нас, почему крупные международные аудиторы Эрнст и Янг ежегодно утверждали отчет, почему крупнейшие мировые рейтинговые агентства давали достаточно высокий рейтинг Татфонбанка, почему проводились иные операции со стороны взаимодействия банка с другими государственными органами. Но хочу сказать, что сегодня, к сожалению, ответы на эти вопросы, включая парламентские расследования, не дадут ничего, в общем-то, по-хорошему для самих вкладчиков, потому что главное для них, вы знаете, я встречался неоднократно с инициативной группой, это возврат денег. И поэтому наша основная задача – это помощь, это возврат денег. Нам необходимо, чтобы ничего из того тех активов, которые есть у банка, не пропали. Нам необходимо, чтобы они были реализованы по максимальной цене, так как, как вы понимаете, та категория граждан, у нас, я уже сказал, все, кто менее 1 миллиона 400 тысяч, они свои деньги получили и имеют там небольшое количество, исчисляемые там десятками, сотнями, могут получить в любой момент. То есть до 1 миллиона 400 получили или получат все, я уже говорил. Те, кто выше 1 миллион 400, безусловно, в рамках конкурсных производств, они тоже каждый получат свои средства. Вопрос, сколько это будет средств? Вот это зависит от всех сторон – Центрального банка, АСВ, кредиторов. Мы, к сожалению, не являемся стороной этого процесса, но сегодня мы по поручению президента приняли решение о том, чтобы через существующих кредиторов входить и занимать активную позицию в Комитете кредиторов, для того, чтобы этот объем конкурсной базы никуда не пропал и он был реализован по более высокой цене. Кроме того, я уже сказал, есть меры, которые предпринимаются по поручению президента республики правительством в части поддержки тех предприятий, которые оказались вот в этой сложной ситуации. Я хочу сказать, что доля Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на тот момент, когда мне было поручено возглавить Татфонбанк, составляла 11,548%. Это не означает, что нужно было проигнорировать, я уже об этом сказал, а то, что касается вашего вопроса, а также который существует у многих людей, физических лиц, и данный вопрос, конечно же, министр экономики в данный момент записал и обязательно их пригласит. Более того, не практически ежедневно, а ежедневно проводятся встречи с такими предприятиями. Могу сказать, что те программы, которые появились, и первая, и вторая, это те программы, которые были рекомендованы самими предприятиями, после этого была проработка по поручению президента республики, и были приняты решения, нужно сказать, вот уже в общей сложности, уже почти миллиард выделен на эти меры. И мы, конечно же, каждый такой индивидуальный случай обязательно будем рассматривать. Полная и достоверная информация о республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова